Сергей Олегович, ваш сценарий для ютуб-канала. Итак, дорогие друзья, раз уж мы нашли сценарий, настало время обсудить, как поднять тестостерон естественным образом. И помимо прекрасных женщин, нам в этом помогут в первую очередь биологически активные добавки. Один из самых базовых БАДов цинк. Также, соответственно, можно туда внести различные микроэлементы, витамины и так далее и тому подобное. Все зависит, какой конкретно дефицит у вас. В чем смысл? Вы сдаете кровь полностью на все витамины. У вас не должно быть в априори, если вы хотите иметь хороший тестостерон, дефицитов не витаминов, не микроэлементов. И, соответственно, не должно быть дефицита белка. Вот эти вещи у вас должны быть закрыты. Отдельно нужно сдать анализ на омега-индекс, потому что для тестостерона не должно быть дефицита полезных жиров в вашем организме. Но, дорогие друзья, если вы думаете, что от того, что вы закрыли дефициты, у вас начнет расти больше борода и будет каменный стояк, нет, дорогие друзья, никакой бороды с каменным стояком не будет. Просто по той причине, что данные мероприятия позволят вам удержать тестостерон просто на уровне генетической детерминированности. То есть, ну, просто на вашем естественном уровне, чтобы он не проседал. К примеру, если веференсные значения от 1 до 30, ну, где-то в среднем люди, кто без дефицитов, держатся на 15, и те, кто с дефицитами, у них там может быть и 2, и там 5, и 8 показателей, вот где-то так. Для нас интересно поднять тестостерон максимально, максимально его задрать. И если говорить, начинать с самых естественных вещей, не зря мы начали наше видео с прекрасной девушки, чем больше секса в вашей жизни, чем больше вас окружают женщины, тем больше это стимулирует выбросы тестостерона. Это действительно так. Чем больше, соответственно, у вас физической, умеренной физической нагрузки, это важно, умеренной физической нагрузки, тем больше будет тестостерона. А если есть физическая нагрузка с женщинами, тестостерон, наверное, будет вообще завалить. Но, тем не менее, дорогие друзья, у нас есть случаи, когда просто генетика у человека такая, что тестостерон постоянно проседает. Может быть, проседает не сам тестостерон, а лютонизирующий или фолликулостимулирующий гормон. Что же делать в этом случае? В этом случае можно, соответственно, пройти терапию, такая более легкая кламидом или пройти терапию уже более ощутимую по эффекту, это бурселином. Но бурселином можно проводить терапию только грамотно его разводя. Если вы хотите узнать о том, как разводить бурселин, напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях. Мы снимем про это отдельное видео. Напоминаю, что если вы разведете бурселин неверным образом, у вас просто погибнет гипофиз и о тестостероне, ну, о своем, по крайней мере, не искусственном, вот о своем тестостероне вы сможете забыть, дорогие друзья. Отдельно скажу, что я думаю по поводу трибулуса, потому что это самый часто задаваемый вопрос на моем канале. Дорогие друзья, вот честно вам скажу, исходя из своего клинического опыта, от трибулуса я вижу очень незначительные минимальные результаты. Причем с такой процентовкой, как если бы давали бы просто какие-то минимальные поливитамины как-то на глазок, вот там мы даже не знаем, у человека, допустим, есть дефицит йода, мы ему все равно йод насыпали, потом посмотрели, вроде подрос. Может быть подрос от того, что йод пациент начал пить, а может подрос от того, что просто он трахаться наконец-таки начал, понимаете? Поэтому неизвестно, неизвестно, дорогие друзья, насколько работает трибулус. Но, повторюсь, допустим, тот же кламид работает однозначно при грамотном подходе, при грамотно подобранных дозировках. И не забывайте, что кламид отсрочно увеличит вам эстрадиол. Поэтому вам нужно будет перейти на другой ингибитор ароматазы. Такой вот скрытый эффект у кламида, он не описан в инструкции, кстати, почему-то. Если сравнивать какие-то витамины, травы и медикаменты, то я бы сказал, что, конечно, эффект больше от медикаментов. При этом какого-то вреда, если грамотно подойти к вопросу, нет. Потому что кламид – это не анаболический стероид. Бурселин – это не анаболический стероид. Они дают стойкие эффекты, как правило. Ну, как минимум, там на год этого хватает, чтобы тестостерон прям очень сильно поднялся. Иногда даже немножко выше реферсных значений. И, соответственно, это дает улучшение качества жизни. Это дает улучшение качества секса. Это дает увеличение качества, так скажем, вашей психологической активности. Если вам понравилась данная тема, обязательно подпишитесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропускать другие новые видео на моем канале. Не забудьте написать внизу комментарий о тестостероне. С вами был Кравцев Сергей. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok